Да, это программа «Особое мнение». Еще раз здравствуйте. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением в нашей студии главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олег Прохоренко. Олег, добрый день. Добрый день, Александр. Напоминаю, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Заранее вы можете узнать, кто будет высказывать свое особое мнение в это время, в определенный день, в понедельник, вторник, среду или четверг, и с помощью специальной формы задать вопрос. Есть у тебя, Олег, вопрос от Александра. Да, добрый день, когда мнение редактора будет совпадать с мнением редакции. И наоборот. Видимо, Александр очень внимательно изучал мелкий шрифт, где на сайте или в газете, где говорится об этом. Если сказать серьезно, то никогда. Никогда не совпадает? Нет, никогда не будет совпадать с мнением редакции. Почему? Потому что редакция – это не аморфная, единая мыслящая масса. Это коллектив людей, каждый из которых обладает своим мнением. Есть какая-то позиция, понятно, общередакционная, но это не позиция редакции как таковой. Поэтому имел в виду, скорее всего, Александр, ту надпись, которая у нас есть в интернете. Колонкам главного редактора подписано, что мнение может не совпадать с мнением редакции. Там была необходимость это разместить в свое время. Не знаю, может быть, и она отпала сейчас, в настоящее время. Бывает, что журналисты жестко не согласны с моей колонкой. Бывает, что я… Журналисты у нас тоже пишут колонки. Бывает, что я не совсем согласен с тем, что они пишут. И коллеги друг с другом дискутируют. Это нормально. Я считаю, что дискуссия, выражение своих мнений, а не только перепевание мнений других людей – это и есть, собственно говоря, журналистика. То есть ты должен иметь, обладать своим мнением в том числе. Его сильно не фишировать, если это непосредственно не колонка твоя. То есть в статьях это должно быть… Если прослеживаться, то очень косвенно. Там все-таки должны быть собраны мнения полярные разных спикеров. А вот то, что касается колонки, тут уже ты… Вот у тебя есть какое-то мировоззрение. Ты должен не кривить душой, как минимум, и высказывать то, что ты считаешь необходимым и нужным. И без дискуссии мы точно получим жесткую пропаганду и единообразие мнений в медиапространстве, поэтому никогда. В общем, это такая нормальная рабочая ситуация, когда каждый имеет право… Это нормально, и я говорю, что часто у нас мнения в коллективе не совпадают. Ну и Александру, наверное, да, да, и многим другим слушателям, читателям можно, собственно, посоветовать изучать разные подходы, разные точки зрения, да, и формировать свое сугубо личное представление. Ну, я думаю, что Александр тоже в порядке шутки задал этот вопрос. Спасибо ему за это. Кстати, о журналистике мы несколько минут назад в этой студии говорили с Евгением Дроговым, новым председателем Союза журналистов Кировской области. Жалко, что я его не застал, но… Да, просто нет, ваши пути разошлись, да, в эти последние минуты. Поговорить мы, да, пытались и говорили о, собственно, целях, задачах, о будущем Союза журналистов в нашем регионе. Честно говоря, я так и не понял, а в чем, собственно, значимость такого объединения журналистов? Да, понятно, что в советское время там был иной формат, и много было преференций, но сейчас как-то вот как-то все это растеклось, расплылось, и вроде бы такой существенной значимости и нет. В советское время все творческие союзы обладали определенным, как и профсоюзы, определенным набором атрибутов, определенным набором благ, которые могли предоставлять какие-нибудь дачи, санатории, какие-то бонусы. Отношения уже было другое, когда нужно было прийти в какую-то организацию и так далее. Сейчас я не являюсь членом Союза журналистов, и у меня не было ни разу такого, чтобы мне кто-то за это попрекнул, что я не член Союза журналистов, какое право ты вообще имеешь называться журналистом? Хотя я сейчас думаю, честно говоря, о вступлении. Сейчас несколько все изменилось. То есть у Союза журналистов имущества не осталось. Что осталось? Это общественная организация, которая существует на членские взносы, и которая в моем видении, представлении, я, к сожалению, не слышал Евгения Михайловича, что он говорил в эфире, но в моем представлении он должен быть таким, во-первых, задавать вектор, объединять журналистов и привносить, ну то есть, чтобы это был именно творческий союз, где зубры, которых осталось немного, обучают и придают вес молодым людям, начинающим окол импера, для того, чтобы все-таки сохранялся и тот флер свободы. Просто выдам секрет, у нас Женя Дрогов по моей просьбе написал колонку, вот как только мы узнали, что его избрали председателем Союза журналистов, я попросил написать его видение, вообще современной журналистики. Недавно, не так давно, Владимир Владимирович Познер, гуру отечественной журналистики, сказал, что у нас журналистики в России нет, есть журналисты. И попросил Женю поспорить с этим постулатом Познера. И Женя высказался на тот счет, что действительно ситуация сейчас плачевная, и печатные издания уходят в интернет, тиражи сокращаются, вообще тяга к слову у людей сокращается. Он сам не из этого цеха, в данное время, по крайней мере, он издатель, издатель книг, не СМИ, не средства массовой информации. Это имеет как свои минусы, он может быть, но не совсем представляет себе среду, так и плюсы. Он может со стороны всего на все это взглянуть и привнести какую-то свежую стройку. Членом Союза журналистов он является, поэтому он считает, что, во-первых, государство само должно уделять этому внимание, потому что и системе государственной тоже необходимо свободное сменение, потому что получать фидбэк, обратную связь, не только вещать, но и знать, что происходит. А знать, что происходит можно только из свободных, независимых средств массовой информации. И на его взгляд, как раз очень важно воспитывать качественных журналистов и воспитывать медиа-сообщество, то есть сообщество людей, которые работают в масс-медиа. Я считаю, что еще одна задача Союза журналистов – это своих не бросаем. Если на кого-то из журналистов, из медиабратьев совершается жесткий наезд со стороны работодателя, учредителя, или со стороны каких-то надзорных структур, со стороны просто криминала, то нужно бить во все колокола и отстаивать права этого человека. Понятно, что для этого нужна еще, может быть, и юридическая подкованность, но больше даже в нашей стране, к счастью или к сожалению, мнение большого количества людей может переломить любую ситуацию. Печально, что у нас таких сообществ сильных людей немного. Потому что если все люди соберутся и скажут, что мы больше не хотим того-то и сего-то, и будет их много сотен тысяч человек, то это то-то и сего-то сегодня на завтра президент возьмет и отменит. И это надо понимать. Просто все делается для того, чтобы люди как-то в кучке не объединялись, и общего такого... Сильных общественных организаций, общественных движений не было. Вот я очень желаю Жене, чтобы он нашел единомышленников, обновил... Ну, там нет формально, нет какого-то там оплачиваемого пола людей, которые в союзе журналистов держат шишку, но чтобы он объединил вокруг себя людей мыслящих, грамотных, авторитетных, уважаемых, и чтобы те идеи, которые у него есть, они постепенно начали воплощаться в жизнь. Тем не менее, не хочу умылить достоинства Василия Васильевича Смирнова, он немало сделал на этом посту, но всего свое время, я думаю, что пора было уже все-таки влить свежую кровь в эту организацию. Хорошо, на этом закончим про журналистское сообщество. Да, я хочу сейчас поднять тему, которую уже неоднократно мы поднимали в этой студии. Все-таки газета «Бизнес-новости» в Кирове, профильная газета, и все, что связано с представителями бизнеса, безусловно, находят отражение на страницах издания. Я про рассмотрение апелляции по делу продажи акций Уржумского спиртоводочного завода. Для многих неожиданное событие произошло на прошлой неделе, 27 мая. Многие СМИ утром сообщили о том, что рассмотрение апелляции по поводу оправдательного приговора Октябрьского районного суда в отношении Олега Березина и других фигурентов этого дела, оправдательное решение, чтобы его отменить, пересмотреть. И вот ближе к 2 часам дня СМИ начинают писать такие вещи, что все-таки областной суд избрал меру пресечения в виде помещения в СИЗО до Олега Юрьевича Березина и руководителя компании «Партнер» Игоря Буркова. Остальные под подпиской о невыезде. В тот же день, или буквально на следующий день, руководитель фракции «Единая Россия» в областном ЗАГС-собрании Василий Куприевич Сураев, он обратился и к прокуратуре, и к суду, собственно, пересмотреть это решение о взятии под стражу судом апелляционной инстанции. Данное решение было принято без исследования необходимости применения указанной меры пресечения, то есть помещение в СИЗО целенаправленно, лишив оправданных и их защитников право на предоставление доказательств. По мнению Сураева, Бурков и Березин не скрывались от органов предварительного расследования, а решение было принято на основе непроверенных данных и без исследования возможности избрания иной, более мягкой меры пресечения. В общем, по мнению Василия Куприевича, не нужно было так поступать. На самом деле, я думаю, что такого мнения придерживаются многие, кто с этой ситуацией знаком. По крайней мере, непонятно, почему именно эту меру пресечения суд избрал, после того, как уже в течение полугода все фигуранты дела, и прокуратура с этим особенно спорила, содержались под домашним арестом. Потом арест был снят, отменен, и люди пошли под домом, как судом первой инстанции, признанными невиновными. И вдруг суд, не по требованию прокуратуры, по доброй воле, коллегия судей областного суда берет и заключает двух фигурантов под стражу. Я для себя, во-первых, я не вижу целесообразности, я не вижу желания у системы, не вижу желания, как минимум, вернуть деньги, наказать невиновных, разобраться. Я вижу желания такого государственного нажима. Вызвано ли это более изъявлением судей, или вызвано это какими-то другими причинами? Ну, как бы, не мне судить, но все, вот, множество фактов, которые я видел, слышал, говорит о том, в пользу того, что все-таки там какие-то другие цели стоят у тех, кто хочет усадить за решетку вот этих людей, не исключено, что экономические цели, да, не исключено, что цели по, там, тому, чтобы сбить цену на бизнес и перекупить его. Ну, вот юрист Янович Батарев, который был в особом мнении на прошлом неделе, он высказал мнение, что действительно прокуратура будет, судебная система будет как-то стараться и далее, да, не в пользу фигурантов решать этот вопрос. И это нормально. Это нормально. К прокуратура выходила с обвинением. Если она не согласна с решением суда первой инстанции, она, по идее, должна была оперировать. Но почему судом принимается мера пресечения гораздо более тяжкая, чем была даже до решения суда первой инстанции, притом формально, номинально эти люди являются невиновными, да, и они, вот, по крайней мере, до пересмотра дела в суде первой инстанции снова, они, по идее, могли бы быть свободны, да, никто... То есть не было доказательств, как правильно говорит Василий Куприянович, не было доказательств того, что они куда-то собираются убежать, давить на суд и следствие и так далее. Если бы у них такая возможность была, если бы они это уже делали, то они бы делали это и до того. Ну, подобных случаев, насколько я... Ну, я не слышал, да, подобных случаев до сих пор. Поэтому очень-очень странное решение. Я надеюсь, что все-таки суд первой инстанции, ну, разберется, если виноваты, то виноваты. Но вот так вот брать и еще раз сажать за решетку людей формально невиновных, независимо, ну, это бред. Ну, как известно, до конца августа, по примеру, будет действовать. Вот если бы была необходимость, там, верните акции, мы вернем вам деньги, да, если бы об этом шла речь, там, с учетом инфляции и прочего, верните государству эти акции, мы их снова будем на торгах, может быть так, может быть таким образом стоило поступить. Потому что 25% акций докупленных, да, это не блок-пакет уржунского СВД, это СВЗ. То есть для кого-то это блокирующий пакет, а для уржунского СВЗ это вот последний пакет акций, который не в собственности системы блоков. И он априори не может стоить тех денег, которые заявлялись, тем более это было время кризиса. Но это если брать экономическую подоплеку, то есть сомнение вызывает сама экспертиза. Но даже если так, то можно было бы затребовать, чтобы акции вернулись правообладателю в обмен на деньги, которые были уплачены. Все по-честному. И расходимся. Если вы видите факт организованного хищения. Но вот почему-то это не происходит, зато происходит совершенно другое, о чем не устают говорить многие эксперты, что людей берут, формально невиновных, сажают за решетку, видимо добиваясь какого-то, не знаю, решения с их стороны. Я напомню, что это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове. На прошлой неделе состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Одно из самых заметных явлений, произошедших на этом заседании, это единогласно поддержанное депутатами обращение в адрес спикера Госдумы Сергея Нарышкина и премьер-министра Дмитрия Медведева о финансировании, о помощи из федерального бюджета программы капремонта в Кировской области. Это предложение было разработано на профильном комитете нашего регионального парламента. Все его поддержали. До этого, как известно, дважды отклонялось предложение заморозить. Но вот такой иной подход еще найден. С другой стороны решили депутаты подойти. Одобряешь? Я считаю, что в нынешней ситуации нужно искать какой-то выход, потому что мы видим уровень платежей около половины. 52% по последнему. Это значит, что все остальное сейчас будет откладываться пение и штрафами с населения. При этом уровень доверия к этому закону ничтожный низок. То есть люди не понимают. Я уверен, что не только политика роль сыграла и высказывания каких-то политических лидеров, но и в целом действия последнего государства по накопительной части пенсии, когда ты вроде бы копишь, а потом берут и говорят, что пока на несколько лет мы замораживаем накопительную часть пенсии. И здесь такое на протяжении последней новейшей истории было много-много раз, когда что-то, какая-то система работает-работает, потом бац, мы ее меняем, пересматриваем, а люди деньги-то уже заплатили, деньги свои, из кармана вынутые. Дождутся они этого капремонта через 15-20 лет. Может быть, мы не узнаем то государство, которое будет через 15-20 лет. Поэтому доверие такая штука, которая, вот если бы у нас было все стабильно на протяжении столетий, это было бы и вести проще. В результате мы можем натолкнуться, пойти дальше еще. Может появиться массовый протест. Если со всех будут взимать сейчас пение и штраф из 50% населения, которое они заплатили, мы дождемся массовых протестов, акций протеста. Депутаты это четко чувствуют. И идти на будущий год в законодательные собрания, поэтому они ищут любые варианты. Они не приняли первых два обращения, я так полагаю, потому что есть установка по уровню, по линии партии власти, что закон ни в коем случае не должен быть отменен. Но они ищут варианты, как сделать так, чтобы уменьшить хотя бы давление на население. Я думаю, что и пение, и штрафы, ну, каким-то образом, либо призаморозят, либо что-то с этим сделать, потому что волна народного гнева не нужна никому. толпы людей. Мы помним, чуть не случилось в революции, когда отменяли монетизацию и льгот. То есть еще бы немножко, мне знакомый рассказывал, как в Ульяновске, фактически, там, пенсионеры собрались на площади, на центральной администрации правительства Ульяновской области. Знаковый город. Да. И полиция, которая стояла в оцеплении, просто расступилась и сказала, идите. Потому что полицию тоже лишили тогда то же самое. То есть у нас полицейские точно так же сейчас должны оплачивать, платить фонд капремонта. И как бы такой ситуации не случилось, законодатели, вот наши на местном уровне, хотя бы предлагают какие-то варианты выхода из этой ситуации, отменить нельзя. Но нельзя допустить массовых акций протеста. Мы беседовали с депутатом, автором, собственно, этой идеей Михаил Викторович Конышев. Он так говорит, его-то идея заключается в том, чтобы в бюджете 2016 года, возможно, были предусмотрены эта поддержка. Но прекрасно понимаешь, что вряд ли, конечно, успеет подготовиться. И сейчас бюджет на таком уровне находится, что ведь и нужно все равно находить вариант. Почему? Потому что в противном случае, если это жилье не ремонтировать, если средства ниоткуда не берутся, бюджет оплачивать не хочет и не может, граждане не видят нормальной системы, вменяемой, ну, кроме того случая, когда они сами накапливают на своем персональном счете эти деньги в каждый дом. Да, вот этот случай мог бы рассматриваться, но тогда как быть с домами, в которых проживает, ну, грубо говоря, там 8 семей, но он требует уже сегодня миллионов рублей на его восстановление. И когда мы разговаривали с лидером яблока местного, Дмитрием Махневым, он же возглавляет организацию и является экспертом в общественной палате по вот этим вопросам, ЖКХ, он предлагает как раз вариант каких-то льготных кредитов. Да, то есть, если вашему дому необходимо сделать ремонт вот сейчас, то точно так же открывается счет, счет на этот дом, граждане вкладывают в него, но открывается кредитная линия, осуществляется ремонт, и потом уже по факту люди оплачивают этот ремонт вот своими ежемесячными платежами. Тогда доверие будет, тогда ты понимаешь, что это счет твоего дома, эти деньги никуда не денутся. Да, и в любом случае ты заплатил за ремонт своего конкретного дома, а не чего-то. То есть, есть варианты, надо просто поразмыслить и посмотреть вокруг и найти вот тот приемлемый вариант, который возможен. Еще одна инициатива, одобренная на прошедшем пленарном заседании ОЗС, это снижение кворума с двух третей до 50%. Ну, естественно, представители оппозиционных партий единогласно заявили о том, что сейчас партия власти тут сможет без нашего участия принимать законопроекты и так далее. Действительно? Есть. Все прозрачно. То есть, в нынешнем парламенте система не совсем устойчива. Могут некоторые решения не проходить под давлением оппозиции, только потому, что в оппозиции членов Единой России становится все меньше, кто-то там находится, находился под следствием и так далее, и тому подобное. И кто-то просто сменил место жительства и ушел в другой регион. В результате кворум иссякает и в любой момент оппозиционные фракции, это у нас ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия могут встать со своих кресел, выйти, и уже ни одно решение не будет легитимным. Чтобы как-то этому противодействовать, ну, у Единой России есть позиция, что это сделано в облако, что есть решения, ключевые, которые нужно принять здесь и сейчас, потому что завтра может быть поздно, мы не получим федеральных денег. В этом есть доля истины. Но я думаю, что не только этим вызвано, а вызвано еще желанием сделать законотворческий процесс более таким ритмичным, без всяких срывов и демаршей. И поэтому сделали вот эту половину, а не две трети. Квота легитимная. Но я, честно говоря, против этого решения по другой причине, не по политической даже. Не то, что у оппозиции отняли последний из рычагов, а то, что у нас и так депутатов, ну, на выборы ходит людей немного. Депутатов выбирает, дай Бог, десятая часть населения каждого депутата, которые идут не по партийным спискам, а от округов. И в результате еще и половина из них будет голосовать. То есть, при наличии половины депутатов уже законопроект может быть признан легальным. Это значит, там еще один двадцатый только житель области участвует косвенно в принятии решений, в принятии местных региональных законопроектов. Поэтому мы вот снижаем эту планку и тем самым сначала снизили планку на федеральном уровне о том, что решение, как это, как это, порог явки на выборах отменили, то есть, перестало быть необходимым пригласить как можно больше людей. Теперь еще и порог квоты снижен, то же самое происходит, то есть, у нас решения становятся в ЗАГС менее легитимными. И я согласен с Мариной Сергеевной Сазонтовой, которая сказала, что нужно дисциплину повышать депутатскую, то есть, чтобы все депутаты просто ходили в ЗАГС собрание как на работу. Понятно, что денег они от этого не получают. У нас всего несколько депутатов, десять депутатов получают зарплату, работают за деньги, а все остальные за интерес, потому что это видные люди в области. Но тем не менее, дисциплина есть дисциплина. Если я состою в какой-то общественной организации, я только в случае болезни или командировки в другую город не пойду на ее заседание. Причем я состою в нескольких таких организациях. на тебя не действует объяснение некоторых депутатов, в связи о том, что я не могу в определенный день оторваться от производства, приехать из из отделенного района. Здесь все прозрачно. Каждый четверг последний месяц законодательное собрание. Если ты не можешь на комитете поприсутствовать, то хотя бы на пленарном заседании должен быть обязан. Тебя избрали люди. И ты людям должен своим избранием. Это надо понимать. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжится особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Продолжается особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове. в последнем номере газеты есть большой материал с главой Курцкого филиала Росгостраха Иваном Олеговичем Макином. Ты как раз с ним беседовал. И поводом для этого интервью стало решение Центробанка России. На прошлом деле оно было принято о временном приостановлении продаж Росгострахом полисов обязательного страхования автогражданской Я выдам маленький секрет. Мы беседовали с Иваном Олеговичем в понедельник вторник Центробанк отозвал лицензию на выдачу полисов ОСАГО потом на падающем флажке в последний момент пришлось я боялся что интервью вообще слетит но Иван Олегович сказал нет оно будет и действительно в пятницу мы ждали до последнего в пятницу около шести вечера даже в седьмом часу встречался Данил Хачатуров это глава Росгостраха он был как-то в Кирове очень харизматичный такой человек с очень интересной позицией жизненной корпоративным стилем встречался с Эльвирой Набиулиной главой Центробанка и они пришли к решению что Росгострах выполняет ряд требований там надо понимать за что собственно была отвозлена лицензия за многочисленные жалобы да за многочисленные жалобы населения что впаривает Росгострах навязывает дополнительные услуги так называемое кросс-страхование когда вместе с ОСАГО человек еще страхуется там страхует жизнь здоровье свое вот я думаю что эти вопросы будут успешно решены в среду уже Росгострах не через какие-то левые организации как изначально планировалось а вполне легально законно под своим именем начнет выдавать полисы ОСАГО продолжит выдавать полисы ОСАГО и работать на этом рынке ситуация страшная была бы если бы она затянулась было бы непонятно вообще что нужно представлять себе размер ущерба Росгострах все-таки имеет на этом рынке полисов ОСАГО 31% по стране это значит что каждый третий автолюбитель по истечении срока действия полиса ОСАГО пойдет в другую страховую компанию я не так давно получал ходил и знаю что ситуация это не айс даже с повышением почти в два раза к прошлому году стоимости полисов в связи с ростом базового тарифа есть определенные сложности именно в Росгострах их нет в других страховых организациях то же самое либо очень высокая стоимость за счет дополнительных услуг либо тебе нужно ждать определенные ну в любом случае по истечении месяца там есть хитрая схема раскрою ее для тех кто вдруг столкнется с такой ситуацией побеспокойтесь за месяц по своем полисе то есть истекает он вас через месяц вы пойдите уже сейчас подайте заявление и по этому заявлению с вас вам никакие дополнительные страхования никто не не будет иметь права то есть по истечении месяца вас должны застраховать автоматически с учетом всех скидок и прочего и так далее но если вы пришли в последний момент вам могут выкрутить руки да поэтому просто побеспокойтесь просто сделайте это заранее подайте заявление сейчас это имеет уведомительный характер по заявлению это изначально прописано в законе обосага да это прописано в законе обосага просто мы так привыкли что ходим всегда в последний момент да приходим вот у нас истек полис или завтра истекает мы пришли и нам говорят извините мы так срочно можем сделать только вот вам еще и дополнительное страхование вот пока вы будете разбираться придется ходить пешком но прочитав интервью с господином я понимаю он не отрицает эти все дополнительные страхования он не отрицает я думаю что это не его волеизъявление это все-таки такова политика розгостраха в целом и коль скоро вот это жуткое событие оно правда жуткое это кажется только что вот все так просто да представьте это достаточно большие деньги которых розгостраха лишили а другие не в состоянии просто взять и одномоментно покрыть забрать этих страхователей вот и на чем-то я остановился в общем ситуация была не из простых и она слава богу разрешилась и сейчас я думаю что уже вот когда по рукам один раз дали причем крупнейшей страховой организации то никакого доп.страхования это больше не будет либо при первом же требовании при первом же обращении при первой же жалобе наоборот сейчас они будут предельно корректны а глядя на лидера рынка и все остальные тоже то есть вот если бы наказали какую-то маленькую страховую компанию у которой доля рынка меньше 10% меньше 5% то это не вызвало такой реакции а сейчас все будут тихонько побаиваться потому что ОСАГО это ну хороший кусок тем более с повышениями последними да это достаточно приличный приличный объем денег я тут прочитал забавную историю на днях один автомобилист решил наказать Росгострах с утра он прочитал новость о том что Центробанк запретил полис ОСАГО Росгостраху продавать он побежал в ближайший офис Росгостраха ему без проблем все оформили а после этого он заявление в прокуратуру накатал вот смотрите мне оформили там на самом деле было немножко не так заявление имели право выдавать до тех пор пока страховку страховку имели право выдавать до тех пор пока не вступила в законную силу решение Центробанка не было опубликовано на банкирском вестнике в специализированной газете Центробанка поэтому здесь автомобилист конечно ушлый но вот эти нюансы тоже надо учитывать я не думаю что они во все тяжкие опустили остается у нас немного времени я хотел бы еще спросить про ситуацию с Бэби-боксом но ситуация не развивается 27 мая в Октябрьском районном суде уставило все-таки заявление прокуратуры о невозможности существования такого объекта как Бэби-бокс на улице Подгорной я напомню что появление Бэби-бокса это дело римско-патолического прихода вот по-прежнему он не работает хотя следственный комитет судовит уже высказался по этому поводу и он ничего не видит я честно говоря внимательно не следил за всеми перипетиями этого Бэби-бокса хотя и не знаю статистики какое количество детей в год мамы просто выбрасывают если эта статистика не так ужасающая но в любом случае если при наличии этого Бэби-бокса будет спасен хотя бы один ребенок хоть одна мама одумается вместо того чтобы выбрасывать ребенка извините на свалку принесет его и положит туда аккуратненько и он будет спасен это уже стоит вот тех затрат моральных материальных которые были в него вложены я считаю что эта борьба с Бэби-боксом развернувшись и какой-то повышенный ажиотаж что это не наше негоже так делать ну ребят давайте тогда будем мамаш наказывать которая выбрасывает ну что-то делать с моральной стороной да чтобы это просто не происходило а пока такие случаи есть нужны любые методы чтобы эти дети оставались живы пусть даже у других родителей пусть даже на попечение государства то есть ну поставьте этот Бэби-бокс в доме малютки где угодно чтобы эти дети попадали сразу в органы опеки и попечительства у нас тут были довольно насыщенные в культурном плане выходные вот эти последние дни у нас приезжал министр культуры Владимир Мединский открывал он сказочные интернавятки и открытие памятника Трифону Вятскому состоялось вот такие ну в общественном понимании серьезные события масштабные действительно положительно к ним относишься и собственно к некоторым да ну в частности к сказочным играм безусловно да я не знаю насколько растет и не был просто на последних играх не знаю насколько внимание приковано большое но рад уже тому что они путешествуют из одного города райцентр в другой то есть если в прошлом году были в Котельниче то раньше в Белой Кунице до Словацкого моего родного доберутся Кирово-Чепецк Яранск Куржум Налинск Луза вот надо чтобы каждый житель области прочувствовал это и чтобы сказочные персонажи из других стран которые поезжают они побывали в разных уголках Кировской области я вот по поводу памятника Трифану Вятскому я понимаю что его всем миром собирали на него деньги но в целом у меня неадекватное отношение ну как это сказать неоднозначное отношение к памятнику к памятникам святым я считаю что Трифан Вятский подвижник безусловно величайший из жителей людей когда-либо живших на территории Вятки пришедшие из Перми но он основал монастырь в Словацком он основал монастырь в Вятке я слышал историю что чуть ли не часовню Михаила Архангела в Словацком лично рубил может быть это байка не знаю вот и он себе памятников установил уже пожизненных на века очень много надо ли делать памятник ему да безусловно нужно ставить памятники маршалам людям светским людям военным а вот людям духовным не знаю трифонов вернее ну да трифоновский храм вернее успенский собор трифонов монастырь да они сами по себе являются памятником таким но чем больше памятников на самом деле тем лучше в любом случае вот главное чтобы не было перевеса в сторону памятников от живых людей то есть чтобы не было вот цели ради цели по наустановлению очень много на самом деле за два последних года если посчитать появилось памятников там столько же примерно сколько было в Кирове до сих пор памятников либо небольших чем вызван этот интерес ну видимо это такое поветрие в целом в стране что малоархитектурные формы благоустройство городов приведение там городов и создание особой там инфраструктуры и это действительно хорошо вот то же самое я неоднозначно там воспринял когда побывал в Йошкарле в прошлом году то есть там установлены памятники в центральной зоне в зоне отдыха горожан вокруг реки малая как шага то же самое разное полная эклектика и чуть ли не Пушкин с Лермонтовым Пушкин с Евгением Онегиным который между собой общается и Гоголь которые там никогда не были да вот почему для чего это делать то есть памятник это все равно место ну как бы он сразу две роли выполняет он и служит там местом встречи определяет какую-то точку в городе и в то же время является ну таким по нему можно поползать с ним должны быть связаны какие-то легенды за что-то потрогать чтобы сбылось желание вот пока я не вижу стремления чтобы памятники становились точкой притяжения честно говоря они ставятся просто вот потому что что было это наверное это наверное более как-то человечно да когда вот таким персонажем просто ну вот у меня создается впечатление что устанавливая памятник каким-то духовным лидерам мы как-то игнорируем людей неверующих они что-то другого в любом случае это же инициатива не сверху это инициатива граждан и поэтому я в любом случае поддерживаю но я все-таки считаю что духовным лицам не гоже сам Трифон сказал бы да вы что с ума сошли какой памятник ну к сожалению мы уже не узнаем что Трифон сказал по этому поводу завершается программа особое мнение я благодарю главного редактора газеты бизнес новости в Кирове Олега Прохоренко спасибо до новых встреч всего доброго до свидания